На протяжении текущего года просто у всех на глазах разворачивалась, и еще продолжает разворачиваться, грандиозная, в чем-то детективная история. Мы несколько раз пытались на нее обращать внимание, но, как оказалось, делали это под неудачным углом зрения, а потому что-то важное все время ускользало из области видимого. Но то, что сама история развивается, было заметно с самого начала ее развития. Рассматривать ее нужно с небольшой предыстории, поскольку в противном случае она будет не столь очевидной. Итак, первым полноценным истребителем пятого поколения стал F-22, в котором были реализованы новые концепции достижения превосходства в воздухе, суть которых сводилась к тому, чтобы иметь возможность подойти к противнику на расстояние начала атаки, а противник еще не имел бы возможности атаковать. Собственно говоря, этот принцип использовался и раньше, но достигался другими средствами. Сначала это превосходство достигалось более мощным и скорострельным оружием, потом более высокой скоростью, после этого в игру вступили средства защиты, бронирования, например. Все последующее время прогресс шел именно по линии совершенствования этих компонентов. Вместо привычных двигателей внутреннего сгорания, уже снабженных турбонаддувом и прочим, что увеличивало скорость, появились реактивные двигатели. Те, кто раньше и надежнее пересел на них, сразу получил преимущество. На второй план ушли пушки и пулеметы, а место основного оружия заняли ракеты, которые в свою очередь стали наращивать дальность полета к цели и совершенствовать системы наведения. Защита самолета тоже изменилась. От бронированного кокона в кабине пилота и различных средств предохранения взрыва топлива от попадания в бак снарядов перешли к активным средствам защиты, тепловым ловушкам и бортовым системам РЭП. Все эти новшества были направлены на то, чтобы ты уже мог эффективно атаковать противника, а он еще нет. Но вот концепция самолетов пятого поколения воплотила в себе совершенно новые способности, которые были изначально заложены в конструкцию планера, двигатель и бортовую систему электроники. Первые два комплекса делали самолет существенно менее заметным для радиолокационных средств обнаружения и наведения, а третья система давала возможность быстро и четко синтезировать данные из множества источников для того, чтобы атака оказалась максимально эффективной именно на том расстоянии, когда тебя еще не видно. То есть самолет не стал летать быстрее, его оружие не стало работать на существенно более длинных дистанциях, и он не отличался ни толщиной брони, ни изощренностью тепловых ловушек. Те же самые цели достигались совершенно другим комплексом свойств новой машины, и именно это переместило ее в отдельное пятое поколение самолетов. Но в этом была и большая проблема. Стоимость самой машины и, что более важно, стоимость ее обслуживания. В результате следующий самолет F-35 стал неким компромиссом между новыми возможностями самолета пятого поколения и стоимостью его самого и его обслуживания. Отсюда один двигатель вместо двух у старшей модели. Кстати, двигатель практически тот же самый, но несколько упрощенный. Меньшие габариты и другие тактико-технические данные. Но в результате стоимость одной машины уже вышла на стоимость самых совершенных моделей самолетов предыдущего поколения. Но именно в таком виде военные решились на их крупносерийное производство. Правда, новая машина во многом компенсировала свою урезанность от старшей модели за счет намного более мощной бортовой вычислительной системы и несравненно более высокой способности взаимодействия с различными типами источников получения оперативной информации, а также внешними системами вооружений. Эту возможность военные намеренно заявили в максимально продвинутом виде, именно в виде компенсации за усеченность модели. Но, как оказалось, именно это стало чем-то намного более важным, чем предлагалось с самого начала. А теперь можно переходить, собственно, к детективной части этой истории. Детектив. Глухое местечко, Ватсон. Вы уже думаете об этом деле? Оно не выходит у меня из головы. Какие ваши соображения? Запутанная история. Как это верно, Ватсон? История эта началась с того, что российской прессе промелькнула фраза о том, что, не достроив самолет пятого поколения, Москва уже планирует строить самолет шестого поколения. В принципе, там легко могли бы сказать, что уже выпилили из фанеры самолет восьмого или любого другого поколения, на это можно было бы не обращать внимания. Но в Штатах обратили. Возникла публичная дискуссия о том, как там видят самолет шестого поколения, ведь известно, что над самолетом пятого поколения там начали активно работать сразу после того, как в войска стали поступать наиболее совершенные самолеты четвертого поколения, Ф-15. Судя по циклу работ, сейчас именно то время, когда промышленность допиливает самолет текущего поколения, а военная и научная мысль уже стремится к новым горизонтам. Судя по содержательности дискуссии, стало понятно, что она просто выплыла наружу, а сами проработки уже ведутся какое-то время, и уже имеются некоторые моменты, которые можно было обнаружить только в ходе целенаправленной работы в этом направлении. Но потом такие же разговоры и даже какие-то концептуальные конструкции стали проговариваться в Японии, Великобритании и альянсам Франция плюс Германия. Там тоже решили начинать разработку самолета шестого поколения. Однако разговоры разговорами, а в этом году стало понятно, что у некоторых участников гонки за шестое поколение работы перешли уже от концепций к их воплощению во что-то осязаемое. Именно в этом году англичане показали свой полномасштабный макет самолета следующего поколения, а на парижском авиасалоне в Лебурже свой полномасштабный макет показали немцы с французами и примкнувшими к ним испанцами. Оно и понятно, поскольку свои усилия участники замкнули на возможностях концерна Airbus. Концепт грядущего самолета был выставлен на всеобщее обозрение. И хотя специалисты не увидели в его облике того, как решены важнейшие и концептуальные вопросы, тем не менее это уже было что-то, что можно было потрогать руками. А руководители Франции и Германии стояли на пандусе перед самолетом с видом детей, которым подарили неожиданно дорогую и красивую игрушку. По логике вещей, Штаты должны были сваять что-то свое и хотя бы что-то поставить рядом, поскольку Европейский Альянс не построил самолета пятого поколения и у американцев имеется естественная огромная фора перед ними. Но ничего подобного не произошло. Более того, внимательно просматривая профильную американскую прессу, мы вообще не обнаружили никакого ажиотажа или хотя бы активного обсуждения того, что выставили европейцы и почему американские производители вообще обошли эту тему стороной, не только в виде макета, но и вообще в виде обсуждения этой темы. Создалось впечатление, что либо у американцев пропал интерес к самолету шестого поколения, что на них не похоже, либо возникла какая-то ситуация, которая ставит с ног на голову сами фундаментальные принципы боевых воздушных систем шестого поколения. То есть речь могла идти не о создании еще менее заметных самолетов, обвешанных еще большим количеством датчиков, а о чем-то совершенно другом, что пока нельзя показать по соображениям безопасности, либо это нечто такое, что в принципе нельзя представить в какой-то визуальной форме. И вот мы наткнулись на серию материалов, которые подтвердили наши предположения. Оказалось, что американцы более глубоко копнули тему и пошли совершенно в другом направлении от того, чем хвастались европейцы. Кстати, это дало пояснение и тому, почему американцы не примкнули к британским разработкам, хотя те активно участвовали в американских программах самолетов пятого поколения. Американцам это просто не нужно, поскольку они идут в другом направлении. Номер 6. Американские военные серьезно относятся к проработке концепций новых систем вооружений, и они решили, что опыт с созданием самолета пятого поколения показал как свои положительные, так и отрицательные стороны. Положительный опыт заключался в том, что неизменные цели были достигнуты не путем совершенствования старых компонентов системы, а путем придания им новых свойств. В самом деле, самолеты пятого поколения летают не быстрее, не дальше и не выше самых лучших самолетов четвертого поколения. Более того, они не такие маневренные, как предшественники, и это с упоением обсасывают те, кто так и не понял, что преимущество достигается совершенно другими средствами, и что новые самолеты просто не будут воевать там, где это предполагают делать самолеты четвертого поколения или привычные средства ПВО. Это все равно, что сравнивать 50-тонный танк с таким-то слоем брони, такой-то пушкой, двигателем и прочим с ПТРК весом в 20-30 килограмм, который отправляет этот танк в металлолом с расстояния 3-5 километров, когда оператору надо приблизительно увидеть танк с этого расстояния в прицел и нажать пуск, а ракета уже сама все сделает. Можно ли прямо сравнивать эти системы вооружений? Вряд ли. Вот и здесь то же самое. Россияне и французы расписывают умения своих самолетов предыдущего поколения, которые уже сегодня ничего не решают, а завтра будут и вовсе анахронизмом. Отрицательным же моментом стало то, что более новые системы становятся мало того, что более дорогими, они получают из-за этого все более длительные сроки эксплуатации, а значит, за время пребывания в строю они поглощают средств на обслуживание куда больше, чем стоит сама машина. Рынок тут отрабатывает правильно и автоматически. Производителю становится более выгодно сопровождать уже хорошо потрепанные модели, чем создавать новые. Прямо сейчас мы наблюдаем инкарнации самолетов F-15 и F-16, первые экземпляры которых поднялись в воздух 40-50 лет назад. Им прикручивают новые двигатели, обвешивают новым оружием, снабжают новой авионикой и баба-ягодка-5. Самолеты пятого поколения изначально предусматриваются старожилами, особенно это касается F-35, в котором применен модульный принцип, то есть возможность быстрой поблоковой модернизации, как это бывает с конструктором. Таким образом, производитель предполагает продержать на плаву самолет не менее 50 лет. Но в таком положении вещей есть мощный деструктивный посыл. Производителю выгоднее сопровождать старые машины, чем запиливать новые. В новую тему он будет уходить только за тем, чтобы застолбить поляну от конкурентов, а до этого будет всячески уговаривать военных брать старые, проверенные машины, но с новым, совершенно феноменальным обвесом. Это происходит прямо сейчас, и недавно мы об этом говорили. Прямо сейчас американские производители предлагают прокачанный F-15 по цене новейшего F-35, что само по себе нонсенс. Тем не менее, именно так работает рынок. Более того, производители старичка находят лоббистские механизмы, чтобы продержать на плаву свою платформу за счет самолета нового поколения. А это уже очень тревожный звоночек, означающий, что в датском королевстве что-то не так. Кроме того, военные вплотную подошли к черте, за которой уже надо серьезно решать, что и как будет воевать в воздухе, и главное, пришел ли закат пилотируемых систем. Эти два ключевых и ряд других вопросов стали формулировать требования к самолету следующего поколения, и когда их перечень стал объемным и понятным, то картинки, которые мы предоставили выше, ушли в корзину. Туда же ушли и фундаментальные концепции, на которых строят свои самолеты британцы и европейцы. Отсюда и полное отсутствие интересов к их возне. Американцы прошли эту стадию формирования концепции и отвергли ее, даже не выпиливая из фанеры макетов. Они отодвинули эту идею и пошли в другую сторону, иронично посмеиваясь над воятелями самолета шестого поколения. В общем, американцы пришли к выводу, что само понятие «самолет шестого поколения» должно претерпеть кардинальные изменения. Это не должна быть какая-то конкретная платформа, а некая надсистема, которая включает в себя разнородные и часто универсальные элементы. Не зря прямо сейчас мы слышим о том, что основным преимуществом F-35 является не его малозаметность для средств обнаружения, а возможность автоматически обрабатывать массу информации, поступающей из множества источников. И чем дальше, тем больше внешних источников включается в орбиту его использования. Американцы особенно и не скрывают того, что именно туда они растут. Это значит, что помимо самого аэроплана развивается система коммуникаций нового типа. И это не только связь как таковая, но и порядок генерации, передачи, получения и ее использования. Это дает совершенно новый облик тому, на что возложена задача осуществлять атаку с воздуха. Например, возьмем систему про железный купол производства Израиля. Сейчас она считается одной из самых продвинутых систем последней линии обороны. И действительно, это наиболее продвинутая и интеллектуально заряженная система. Все наверняка помнят споры о том, когда роботу будет передано право решать, когда ему открывать огонь. Так вот, железный купол его уже получил. Хоть произошло это совершенно незаметно. Вспомним, что эта система самостоятельно, без участия оператора, вычисляет траекторию полета ракет или снарядов и решает, по каким открывать огонь, а по каким нет смысла, поскольку они, снаряды, летят на пустыре. Это значит, что она уже работает по собственному восприятию окружающей обстановки. То же самое и с системой ПРО и ДжИС. Она сама, без оператора, принимает решение о перехвате скоростной и быстролетящей цели, направленной на сам корабль или охраняемый объект, авианосец. По сути, эта грань уже пересечена в принципе, и сейчас идет дальнейшее движение в этом направлении. Все, роботы уже имеют это право, и дальше все будет еще с большим размахом. Но вернемся к израильскому куполу. Все же он пропустил несколько снарядов, которые привели к разрушениям и жертвам, пусть и небольшим. Но это произошло потому, что террористы провели массовый обстрел и просто перегрузили систему. А сделать им это удалось потому, что они применили дешевые снаряды, но в большой массе. Получилось, что даже 1% ракет, достигших цели, оправдал усилия. А теперь представим, что удачно отработавшая система ПВО или истребитель за один раз наносит ущерб на 80-100 миллионов долларов для самолета пятого поколения. И наверняка дороже для более продвинутого самолета, который относят к следующему поколению. Согласимся, эта математика существенно влияет на тактику применения такого оружия. Так вот, шестое поколение в нынешнем его понимании американцами – набор средств одноразового или недолговечного характера, беспилотного или опционально пилотируемого исполнения. Они должны быть выполнены с учетом самых последних технологических новшеств, но в связи с тем, что не планируются к эксплуатации на десятилетия, а всего на 3-5 лет, то и строятся именно из такого расчета с минимальным последующим обслуживанием, либо уже изначально предусмотрены как одноразовые. Применение такого оружия может быть намного более агрессивным за счет повышения планки допустимых потерь. Причем эти элементы изначально рассматриваются как часть единой крупной системы, которая собирает все данные из операционного района и комбинирует доступные средства поражения самым эффективным образом. В таком случае резко сдвигается грань между носителем вооружений и боеприпасом. Кроме того, платформой-носителем такого оружия могут быть как самолеты пятого поколения, в том числе и перспективные бомбардировщики Б-21, так и транспортные самолеты, которые будут просто выпускать десятки автоматических элементов воздушного нападения, которые будут отрабатывать свои тактические маневры для наиболее успешной атаки на цель либо самостоятельно, либо усилиями своего роя, либо координируя свои действия с надсистемой. Это будет зависеть от того, какой характер связи можно будет обеспечить в целевом районе. А это уже речь идет об искусственном интеллекте на тактическом уровне ведения боя. В данном случае уже идут переговоры с производителями систем вооружений о том, что военные намерены коренным образом пересмотреть порядок выпуска новой техники. Они готовятся выдвинуть промышленности, технические задания нового типа и сдвинуть внимание крупных корпораций в сторону разработки новых систем, где и будет основной заработок разработчиков, а уже допиливание и обслуживание в тот короткий срок жизни, который отводится конкретным машинам, передать предприятиям калибром поменьше. Таким образом, крупные корпорации будут кровно заинтересованы выдвигать все новые и новые разработки, а военные будут готовы обновлять свой парк с циклом в годы, а не в десятки лет, как сейчас. То есть воздушная система шестого поколения – это рассредоточенный набор летательных аппаратов разного класса, но связанных между собой в общую сеть, которая легко адаптируется к любым изменениям ситуации за счет переформатирования своих рядов и быстрого изменения тактики ведения боя. Сами действия в бою будут намного более агрессивными, поскольку добрая часть текущей формации будет состоять из одноразовых и относительно дешевых аппаратов. В этом случае монстроидные системы ПВО типа С-400 просто утрачивают смысл. Кстати, утратят смысл и самолеты шестого поколения, поскольку они смогут нести на борту совсем небольшой арсенал средств поражения и просто будут не способны отбить подобную атаку. Что тут крайне важно? Концепция имеет в виду огромный комплекс, в основном беспилотных элементов, эффективность которых зависит от применения все более и более новых технологий, как в плане чисто оружейном, так и в управленческом, особенно в области искусственного интеллекта и распределенных сетей. Если можно выкрасть какие-то элементы стелс, то такое украсть вряд ли получится, поскольку это совершенно иной подход ко всему, и американцы двинулись именно туда. По крайней мере, Конгресс финансирует исследования, направленные на разработку концепции боевой среды шестого поколения, сотнями миллионов долларов, и это новая реальность. В этой связи уже совсем иначе смотрится новейшая разработка американских оружейников XQ-58A «Валькирия». Очень похоже на то, что это как раз и есть один из элементов боевой авиации, который заточен уже под новую концепцию боевой среды шестого поколения. В этой связи довольно интересно, как на все это отреагируют те, кто решил создавать именно платформу шестого поколения, ведь американцы увидели его концепцию совершенно революционно. То какую концепцию закладывали те, кто показывал макеты своих самолетов на выставках? В любом случае, теперь многое стало понятно, в том числе и полное отсутствие интереса американцев к тому, что делают их конкуренты в области авиационных инноваций. Субтитры создавал DimaTorzok